Привет, народ Ютуба! Посылка у нас сегодня как ящик выглядит на 2 бакса, 2 грамма, больше он весит. Давайте сейчас сразу вскроем. У меня вот интересный вопрос. Корпус картонный, а если попадет под дождь? Что останется с этой посылки? Я понимаю, что тут завернули. Это хорошо, спасибо большое. Но проблема в том, что размокнет, рассыпется, вся информация потеряется. Так, понятно, это уплотнители у нас, чтобы ничего не болталось. Два модуля, походу это преобразователи вверх. Два штуки взял, в хозяйстве всегда пригодится. Подобные модули, особенно если используем там солнечную панель или что-то в этом роде. Или когда не хватает несколько вольт, а надо добавить. Поэтому я взял два модуля. Идентичные смотрю полностью. Все это диодики, серединки радиаторы. Насколько их хватает, не знаю. Если у кого опыт есть, подскажите. Что у нас тут? Выход, вход. Вход, выход. В общем, подскребаем все лишнее. Ну что, визуально вроде все нормально. Сейчас попробую подключить, проверить его работоспособность, что он нам будет выдавать. Вот описание есть на сайте у продавца, на странице, где он продает эти модули. Так, смотрю, что это. Да, какой-то резистор отсутствует. Ну вот, вот тут резистор отсутствует. Два отверстия. О, и больше ничего нету. Ну-то ладно, тут еще что-то отсутствует. Кругленькая. Или конденсатор, или еще один светодиод. Так, корпус, походу, нет, куда-то пошло отсюда. Вот резистор. Да, тут резистор, и походу еще один светодиод должен быть, но его нету. Ну и немножко разница в платах, я смотрю, наблюдается. Тут хорошая металлизация. Во всяком случае, с этой стороны здесь плохая. Ну-то ладно, не будем придираться. Это у нас DC-DC преобразователь. 9 амперный, 300 ватт. Регулируется напряжение и ток. Входное напряжение от 5 до 40 вольт. Ну и выходное от 1,5 вольта до 35. Вот примерно. А если будет перегреваться больше 65 градусов, советуется радиатор обдувать вентилятором. То есть вентилятор дополнительно цеплять. Не знаю, может увеличить сами радиаторы, чтобы уже ничего не шипело, не шумело. Вентиляторы. Ну, ладно. Также говорится о том, что можно использовать данные модули для светодиодных лент. Ладно-ка, сейчас подключим. Так, ну, вроде подключил. Все, руки не доходят. Бук питания сделать нормально. Так, выставил 15 вольт, 4 ампера. Предел. Включаем. Загорелось. 15 вольт идет. И потребление самого блока питания получается 13 миллиампер. Выход 9 вольт. И сейчас порисуем, покрутим. Один регулятор, второй. Сейчас до 10 вольт подниму. К примеру. Что можно довольно-таки точно настраивать. Вон, ровно 10 вольт накрутил. Второй не крутится. То есть крутится, но непонятно, что он делает. Судя вот по этому индикатору. Меняется входное напряжение, да, гуляет. Ток меняется. Говорится, ток покоя гуляет. Надо где-то искать нагрузочное сопротивление, чтобы испытывать, проверять подобные модули. Так, ладно, я подключаю двигатель. Вот он, двигатель на 18 вольт с редуктором. Посмотрим, как он себя поведет. Чуть-чуть просадила. 350 миллиампер гуляет. И мигает светодиод. Пытается оранжевым загореться. По всей видимости, нагрузка большая. Тут даже ампера нет. Холодные. Не знаю, что он мигает, что ему не нравится. Так, работает. Сейчас я попробую приостановить. Вообще красным светится. Ну, я имею в виду вот этот светодиод. 450 выскакивает, я смотрю. Ух, я не могу остановить. Хороший редуктор. Интересно, что с этого двигателя сделать? Траховодный. В общем, можно с него блок питания делать только так, ребята. Вот эти резисторы только поменять на нормальный, чтобы можно было ручками крутить, а не отверткой. Вот. Видите, теперь светится только синим. Моргает, правда. То есть, мы ток увеличили. Если я в обратную сторону кручу, то больше красные начинают подсвечивать. Надеюсь, вам видно. Сейчас я выкручу, чтобы только синий горел. Вот. Горит, даже не мигает. Сейчас нагрузку попробую дать. Да, 400 миллиампер с лишним. И уже начинают подсвечивать. Но все-таки вот этот светодиод, вот здесь дополнительный, он должен был инициализировать, наверное, все-таки что-то. Это получается светодиод с тремя ногами. Сейчас еще накручу. Плохо, что не видно, сколько выходной ток какой. Вот нагрузил, теперь только подмигивает. 450 миллиампер. Тяжело. Ну, вроде протестировали с легонца. Холодный радиатор. В общем, нечем мне больше нагрузить. Побольше нечем. Так, выход 10. Сейчас я ему, наверное, больше дам напряжение. Но, к сожалению, я тут больше чем 20 вольт дать не могу. Потому что этот блок питания рассчитан только максимум 5 ампер, 20 вольт. Надо другой брать. Ладно. Даю нагрузку. Включаю. И увеличиваем напряжение. Сколько там, 18? Ну, 18 вряд ли, наверное. Дам 15 хотя бы. Потому что потоку там очень мало останется. Не будет запаса совершенно. Так, выставляем холостой ход. Четенько. 15 вольт. Что-то гуляет. Гуляет. Я смотрю, тут холостой ход гуляет. От 11 миллиампер до 7 падает. Ладно. Сейчас попробуем грузануть. Обороты, блин, увеличились. Все это как-то неправильно. Тут все расположено у меня. Подгружаю. Подгружаю. Сейчас уже 420-430 скакает. Подгружаю. Но все равно я больше не могу, ребята. 520 миллиампер. 520 миллиампер. Ну, четко держит все стабильно фактически. Здесь чуть-чуть просадило. С холостого. Ладно. Все, ребята. Я на этом заканчиваю. В общем тест провел. Думаю, с этим модулем проблем тоже не будет. Буду переделывать все-таки его. Увеличу радиатор. И резисторы поменяю. Сделаю блок питания такой небольшой. Тоже тестовый. Придется еще приборы цеплять, конечно. Градуировать этот резистор по току. Ну, все в общем. Подскажите, может еще какие есть идеи. На этом я прощаюсь. Спасибо всем за просмотр. Лайки, комментарии. Подписываемся на канал. И жду ваших комментариев. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok